Пожалуйста, успокойтесь. Не верьте всему. Это лишь недоразумение. Все успокойтесь. Не верьте её словам. Фунфен, ты сошла с ума? Ты же понимаешь, что это уничтожит нас. Если Хуайян Коммуникашн не дадут мне ответ сегодня, то я не уеду. Ты и правда сошла с ума. Идём. Отойди от меня. Остановитесь. Линье! Линье! Ты наконец вернулся! Линье! Ты наконец вернулся! Я вернулся. Ты работала усердно в последнее время. Теперь я возьму это на себя. Я знаю, что ты не пропустишь это. Прости. Заволнение. Спасибо за всё. Президент Линь. Почему вы так поздно? Торги уже закончились. Только Сентай получил предложение. Правда? Вы быстро сработали. Верно. Мы вчера подписали контракт. И ты пропустил самую интересную часть. Мы уже на банкете. Президент Линь. Вы опоздали. Это ты считаешь, что я опоздал. А я считаю, что я вовремя. Всё хорошо. Доверься мне. Я просто собираюсь с мыслями. Это... Пойдём. Хорошо. Президент Линь. Для этого предложения есть много причин. У нас тоже есть трудности, верно? Правда. Не волнуйтесь. У меня есть время и терпение ждать. Рассказывайте. Тонфен. Стой. Ты не можешь войти. Тонфен. Ты изменилась. Ты стала агрессивной. Не такой, как раньше. Я изменилась. Я всегда такая. Бизнес есть бизнес. Ничего личного. Разве поиски правды – это не работа репортера? Ли Дюйвэнь. Это ты изменился. Раньше ты никогда не отрицал факты. И ты бы никогда не стал работать с таким злодеем, как Ди Юнь. Тонфен. Ты до сих пор не поняла? Я делаю всё это ради тебя. Тонфен. Вернись. Вернись ко мне. Как когда мы жили за границей. Несмотря на то, что это скромно, мы были довольны и счастливы. Тонфен, давай начнём сначала. И состаримся вместе. Даже сейчас ты умудряешься говорить о тех временах. Ты врал мне так долго. Ты используешь любовь как оправдание. Думаю, ты уже должен это знать. Что добиваясь любви ложью, это не будет настоящей любовью. Ты просто ищешь оправдание для своей ошибки. Ты обманываешь всех вокруг и себя, скрывая свою совесть. Надеюсь, ты не потеряешь свою совесть. Скажи полиции правду как можно скорее. Не заставляй меня окончательно тебя презирать. Тонфен. Я правда очень сильно люблю тебя. Настолько. Что я забыл себя. Украденная любовь не настоящая. Тонфен. Тонфен. О чём ты говоришь? Что мне сделать? Чтобы ты вернулась ко мне? Это невозможно. И такое никогда не случится. Вы закончили? Значит, нам больше нечего обсуждать. В Резидент Линь мы можем поговорить. Нам не стоит атаковать друг друга. Правда? Я хочу того же, что и президент Тун. В этом проекте Джиэндер не будет сотрудничать с другими компаниями. Особенно с Сентай. Вообще, мы думали, что это ради проекта. Видимо, для разработки этого проекта понадобится много ресурсов. Технологии, навыки. Мы должны рассматривать все эти проблемы. Верно. Все условия. Поэтому я рассмотрел Сентай. У них много капиталов, их технологии и навыки такие же, как у Джиэндер. Так что я подумал, что с двумя сильными компаниями, работающими вместе, мы можем найти беспроигрышный вариант. Мы можем поделить проценты вместе. Верно. Что думаете? Джиэндер располагает капиталом и квалифицированными сотрудниками. Зачем нам компания второго уровня? Президент Линь, вы... Вы настолько высокомерны, чтобы это сказать? Вы уж простите. Но капитал и Джиэндер имеют право быть такими высокомерными. Как вам такой вариант? Президент Линь, для справедливости мы проведем еще один раунд торгов. Что думаете? Это возможно? Не думаю, что вы честны в этом. Для проекта Sky Network Сентая использует свои силы, чтобы помочь вам. Я не думаю, что вы должны вести переговоры со мной. Президент Линь, мы можем провести еще один раунд торгов. Это несложно для нас? Надеюсь, вы сможете помочь нам объяснить видео. То, что произошло раньше, это все недоразумение. Это не недоразумение. Видео, что показал Тун Фэн, настоящее. Если хотите прояснить, тогда идите сами. Кстати, это просто система Sky Network. Для Джиэндер она ничто. Вы оба подумайте об этом, а я пойду. Нет, Президент Линь, Президент Линь! Президент Линь, давайте поговорим! Мы можем заключить сделку. Давайте компромисс. Президент, Президент Линь, вы правда не хотите контракт? Президент Линь, мы можем поговорить! Тун Фэн, разве ты не говорила, что Ди Юнь плохой? Но ты должна сомневаться и в Линье. По природе они одинаковы! Правда? Я так не думаю. Я считаю, что волк в человечьей шкуре – это самое страшное. Сравнивая тебя с Линье, мне кажется, что Линье больше похож на человека. По крайней мере, у него есть совесть. А ты потерял свои мозги очень давно. Тун Фэн, ты правда хочешь, чтобы мы были врагами? Из нас двоих ты должен решать, а не я. Очнись. Тун Фэн! Лидзю Эвень, отпусти меня! Ненормальный! Лидзю Эвень, что ты делаешь? Лидзю Эвень, ты в порядке? Уходим. Ты точно в порядке? Тун Фэн, в твоих глазах я выгляжу именно так. Прости, что заставил волноваться. Но я вернулся. Я не ухожу, ничего не сказав. Я знаю. Но ты можешь сказать, что произошло? Тун Фэн. Я знаю, сколько мне осталось. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть с тобой до самого последнего момента. Хорошо. Тогда давай беречь каждый наш день вместе. Даже если ты собираешься уйти завтра. На самом деле, после того, как Ди Юнь покалечил меня, я был без сознания. Я чуть не умер. Меня разбудила ты. Ты мне сказала, что ты пройдешься по местам, где мы были каждый день, вспоминая прекрасные моменты, что были у нас. Я хочу всегда обнимать тебя именно так. Но ты исчезла. В моем сне я прокричал твое имя. Я не могу представить себе, будет ли смысл моей жизни, когда ты уйдешь. В этом болезненном состоянии я почувствовал волю к жизни, несмотря на то, что был без сознания. Я должен проснуться. Я должен встать. Я должен найти тебя. До этого момента я осознавал, что это не связано ни с Тян Мэй, ни с Фэн Зянь. Ты. Это ты. Тон Фэн. Тон Фэн Зянь. Неужели Линье любит меня так сильно? Дзюйвэйн сказал, что я просто замена. Но Линье сказал, что это не так. Что важнее, он думал именно обо мне в самый критичный момент его жизни. Должна ли я сомневаться в его чувствах? Это была не я. Но он все еще мужчина, который скоро покинет меня. Все нормально. Готова ли я? Что, если он уйдет? Буду ли я как женщина из сна? Вечно в его поисках и не смогу забыть его. Только жить в наших воспоминаниях вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Линье. Я знаю, что ты любишь меня. Неважно, сколько ты сможешь быть со мной. Неважно, какие обязанности у тебя. Я никогда не уйду от тебя. Я буду справляться с ними вместе с тобой. Кто там? Это я, Линье. Я слышал, ты разговаривала. Все в порядке? Почему ты так долго? Со мной? Все нормально? Уже очень поздно. Тебе что-то нужно? Раз все в порядке, тогда не собираешься пригласить меня? Тон Фэн. На самом деле... Что ты хочешь сказать? На самом деле... Мы... Можем... Уже очень поздно. Завтра утром давай просто увидимся в кафе в 8 утра. Тогда... Упокойной ночи. На самом деле... Я хочу сказать... Что если мы оба не сможем заснуть, мы можем поговорить. Давайте... Моя дорогая Цянь, ты самая красивая. Ты моя богиня навеки. Милашка Юн Тянь, это сладкий голос Лэй Хао самого красивого мужчины, который не имеет себе равных специально для тебя. Я готов сделать это для тебя. Я готов сделать это для тебя. Я готов сделать это для тебя. Я готов на всё. Я готов на всё. Хорошо звучит? Готов на всё. Для тебя. Чёрт тебя поберил, Лэй Хао. Ты мерзавец. Я совсем не скучаю по тебе. Я совсем не скучаю по тебе. Милашка. Субтитры сделал DimaTorzok Вот Юньцянь, почему ты хотела встретиться? Линье Ты же знаешь, что мы с Лейхао расстались? Я больше так не могу Я не могу понять, о чём думает Лейхао Ты мне говорил, чтобы я не отпускала руку Лейхао Ты сказал, что я его единственное счастье Но что теперь? Юньцянь, иногда то, что видят оба глаза, не может быть полной правдой Я знаю Я помню всё, что ты мне говорил Это было довольно давно Я также подумала, что у Лейхао могут быть другие причины или трудности Но с каждым днём я чувствовала Лейхао перестал заботиться обо мне, как раньше Приходил ко мне Со словами Юньцянь, прости Я был неправ Иногда Мне действительно кажется, что я ему задолжала в прошлой жизни Поэтому в этой жизни Я продолжаю плакать из-за него Неужели? Если бы и была прошлая жизнь Он не позволил бы тебе плакать Перестань успокаивать меня Как это возможно? Теперь он точно Юньцянь Ты веришь в любовь Что неизменно от начала и до смерти? Раньше, когда я была с ним Конечно, я верила в это Но сейчас Когда всё именно так Я не могу больше в это верить Я чувствую, что всё изменилось Даже я не могу убедить себя В древних рукописях, которые я собрал Есть эта история Не знаю, готова ли ты услышать её Да Тысячу лет назад Бандит по имени Хао Юэ По щелчку судьбы Наконец-то, свобода Влюбился в принцессу Он старался изо всех сил, чтобы попасть во дворец И стать королевским стражником После этого он и принцесса действительно стали вздорной, но любящей парой Разве это не моя жена? Ты? Негодяй Эй, дай мне Дай мне попробовать Но небеса не всегда выполняли то, что ты хочешь Принцесса должна была по приказу императора выйти за буш в другую страну Принцесса отказалась Но императрица использовала жизнь Хао Юэ, чтобы угрожать ей Она могла только согласиться Эйнер! На встречу свадебной церемонии Хао Юэ ввёл своих братьев, чтобы украсть невесту Хао Юэ! Он спросил, хочет ли она проскакать с ним до края света Готова ли ты скакать со мной через пустынные земли и считать весь мир своим домом? Если ты осмелишься украсть меня, я последую за тобой Принцесса сказала Если он осмелится украсть её Она будет с ним В конце концов Они действительно поженились Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но императрица не хотела Отпускать Хао Юэ В итоге В принцессу попала стрела, выпущенная в Хао Юэ И она умерла в его объятиях Эйнер! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вечно охраняя свою принцессу, Хау Юэ в конечном счёте, ушёл вместе с ней. Так жалко. Не знаю почему, но моё сердце бьётся очень сильно из-за этой истории. Эта история правда трогательная. Но зачем ты мне её рассказал? Я хочу сказать тебе, что в этом мире действительно существует бесконечная любовь. Она существовала раньше и будет существовать в будущем. Следовательно, ты должна верить, что действительно есть человек, который будет любить тебя настолько, что будет готов рискнуть своей жизнью ради тебя. Не успокаивай меня. Это невозможно. Мы точно в настоящее время... Будь ты Хау Юэ. Будешь ли ты готова, что принцесса пожертвует собой ради тебя? Нет. Вместо того, чтобы дать ей умереть на моих руках, я бы предпочёл, чтобы она мирно вышла замуж за другого. Может быть, именно этого пожелал Лэй Хау? Юн Тянь, я знаю, что ты очень опечалена, но... Ты можешь дать Лэй Хау немного времени? Юн Тянь, Линь я вернулся, ты знал? Попытается ли он помешать нашим планам? Вернулся или нет, он не станет для нас угрозой. Людивень. Моя маленькая Скай Нетворк скоро будет создана, как только это произойдёт. Используй элемент Повелитель Пламени, который мы должны обменять на его систему Скай Яй. Запомни. Всё должно пройти гладко. Никаких ошибок. Но согласится ли Линь я обменять свою систему Скай Яй на наш элемент Повелитель Пламени? Ради Бессмертного Мира. Думаю, он сделает это. Диёнь. Зачем тебе система Скай Яя, Джендер? Даже если ты не получишь его систему, мы можем постепенно создать собственную. Твоя миссия выполнять всё, что я сказал, остальное не твоё дело. Тебе лучше не знать. Меньше знаешь, лучше спишь. Приглядывай за людьми в Куатянь Коммуникейшнс, остальное доверь мне. Изменился именно ты. Раньше ты никогда не отрицал факты. И ты бы никогда не стал работать с таким злодеем, как Диёнь. Что происходит? Быстро исправьте! Быстро! Быстро! В чём дело? Что происходит? Председатель Ди. Экран отключился. Что ты имеешь в виду? Председатель Ди, главный компьютер компании поразил вирус. Мы до сих пор не знаем степень поражения. Следовательно... Мне не нужен процесс. Мне нужно знать, когда это смогут исправить. Скажите мне точное время! Сложно сказать точно, потому что мы сами не знаем, насколько серьёзно повреждение. Простите меня, председатель Ди! Председатель Ди! Председатель Ди! Простите меня, пожалуйста! Хотя в настоящее время мы не можем отразить атаку, но... Мы можем отследить адрес источника! Предупреждаю, если моё дело затянется... Вы покойники! Олинь, помоги мне их задержать. Я знаю, но поторопись. Они пытаются вычислить мой IP-адрес. Дай мне ещё пару минут, и я смогу уничтожить всю компьютерную систему их компании. Так мы сможем задержать их как минимум на полмесяца. Сделай так, чтобы их исследования по велителям пламени остановились. Кажется, мне нужно найти надёжного адвоката. Я соучастник. Председатель Ди! Хакер слишком проворный. Он сменил несколько серверов. Но прежде чем наша система будет полностью разрушена, мы обязательно получим его IP-адрес. Звони в полицию. Как законопослушные граждане, мы обязаны позвонить в полицию в такой ситуации. Быстро. Я понял. Председатель Ди. Что происходит? Быстро остановись. Они скоро отследят наш адрес, и у нас будут большие проблемы. Я не могу об этом беспокоиться. Ради Линье я не буду осторожничать. Для Линье. Нет проблемы. Доверься мне. Хорошо. Я просто рискнул своей жизнью, чтобы помочь такому джентльмену, как ты. Точно. Точно. Торопитесь. Очень хорошо. Поторопитесь. Скорее. Почти. Почти. Лейхау, я больше не могу остановись. Если продолжишь, у тебя будут проблемы. Наша компания не может потерять тебя. Линье не может потерять тебя. До того, как Линье вернётся, меня наверняка уже арестуют. Тебе не нужно ничего им объяснять. Я предварительно уволюсь и разорву любые отношения с Джейндер. Лейхау, ты знал, что будет именно так? Олень, я передаю Джейндер и Линье в твои руки. Я уничтожу план Ди Юня. Я должен это закончить. Больше не вмешивайся. Но... Хватит уже. Хорошо, не волнуйся. Я обязательно помогу Линье достигнуть его целей. Скоро. Ну же, ну же, ну же. Кто это сделал? Линье? Ты... Что вы делаете в моём офисе? Президент Ди, хакеры внезапно отключились. Получен IP-адрес близок к Джейндер. Хорошо, что они внезапно отключились. Нашему проекту не было причинено никакого вреда. Вы что, имеете в виду, что я должен благодарить хакеров за милосердие? Нет. Президент Ди, и я не это имел в виду. Простите, моя ошибка. Ты знаешь, что делать дальше? Президент Ди, подскажите. Звони в полицию. Да. Боже мой. Вы что, свихнулись? Ты соображаешь, что творишь? Ты не знаешь? Прямо сейчас самый важный момент для развития нашего театрального клуба. Я репетирую каждый день. Спасать эти сумки и обувь мне бесполезно. Я продаю их с аукциона, чтобы собрать больше денег. Это лучший способ для них. Это показывает их лучшую ценность. Тун Фэн? Никто не использует эту тяжелую, однообъективную зеркальную камеру. Смартфон тоже подойдет. Я немного пофотографирую для тебя. Ладно, я прислушаюсь к тебе и использую свой. Вэй Юн Сянь, ты уверена, что не пожалеешь? Я уверена. Тогда я могу сказать спасибо. Я говорю тебе, помимо сумки в моей руке, я также хочу эту, эту, эту и эти три там. Все они будут за полцены. Сяу Юй, ты грабитель. Все эти сумки были использованы Юн Сянь. Если мы выставим их на аукцион позже, мы получим гораздо более высокие цены. Тогда я должна подождать, пока мисс Вэй не покинет наш мир. Все они станут антиквариатом, а на аукционе будут стоить еще больше. Ты слишком злая. Неудивительно, что ты не можешь выйти замуж. Юн Сянь, почему твои туфли мне не подходят? Что? Я реально достигла чего-то большего. Скажите мне, почему я не чувствовала этого раньше? Ладно. Перестань предаваться иллюзиям. Мы уже с утра работаем для тебя. Может, и ты сделаешь что-нибудь? Хорошо. Чтобы вас отблагодарить, я куплю вам чай. Я не пойду, если он плохой. Хорошо, просто пойдем. Это выглядит красиво. Ладно, мы все еще должны продать это. Положи на место. Дай-ка взглянуть. Тон Фэн, с кем переписываешься? С Линье? Это по работе. Не связано с Линье. Почему ты так говоришь? Я говорю правду. Йон Цянь, ты веришь этому? Нужно ее допросить. Чтобы она сказала правду. Что ты делаешь? Я говорю тебе, не убегай. Ты должна нам сказать, с кем ты болтала. Можешь объяснить, что тут происходит? Говори. Говори! Ладно. Я скажу. Элемент Повелителя Пламени был извлечен. Причина, по которой я не сказал тебе, в том, что я знаю, что в этот день, когда у тебя будет элемент Повелителя Пламени, ты покинешь Землю. И покинешь нас. Поэтому я был эгоистичен и не сказал тебе. Я хочу, чтобы ты остался подольше. Еще немного. Лэй Хао! Разве ты не знаешь ситуацию в бессмертном мире? Я думал, что между нами нет секретов. Сейчас бессмертный мир на краю тьмы. Если мы не поторопимся направить энергию Повелителя Пламени в ядро бессмертного мира, мы не сможем спасти бессмертный мир и Шан Цюаня! Я знаю! Я знаю, я знаю это! За все эти годы эта мысль запечатлелась в моей душе! Но исследования в Сентай тоже почти закончены. В это время они заставят тебя обменять систему Скайай на элемент Повелителя Пламени. Потому что нашего элемента недостаточно для спасения бессмертного мира. Но система Скайай – единственный способ отправить элемент Повелителя Пламени. Ну и каково твое решение? Что сделает Ди Юнь с Землей, когда получит, что хочет? Ты думаешь о безопасности бессмертного мира, а я не могу думать о безопасности Земли? Не забывай, что я землянин! Почему я должен их останавливать? Именно из-за твоего бессилия я не могу дать им управлять тобой! Конечно же, я знаю! Чип, что у тебя в руке? Это ключ для открытия элемента Повелителя Пламени. Элемент Повелителя Пламени принадлежит Джендер, а Джендер принадлежит тебе. Линье. Независимо от того, какой выбор ты сделал, я не буду возражать. Но я верю в тебя. Я верю, что ты не позволишь Земле стать еще одним бессмертным миром. Даже если ты хочешь вернуть элемент Повелителя Пламени в бессмертный мир, я больше ничего не скажу. У нас мало времени. Нам нужно сделать выбор. Но последствия от решения не так просто исправить. Земля или бессмертный мир. Надеюсь, они оба будут в безопасности. Лайхава. Я тоже боюсь того дня, когда уйду. дай мне еще немного времени. Лайхава. Лайхава.